За каждое несоблюдение расписания движения общественного транспорта будет предусмотрен штраф. Льготный проезд сохранят. Это только часть новой модели пассажирских перевозок, которую сейчас внедряет правительство Тверской области. Тему продолжит наш корреспондент. В Верхневолжье начало работы государственное казенное учреждение, организатор перевозок Тверской области. Учреждение будет отвечать за планирование маршрутной сети и создание новых направлений. Существующие маршруты будут сохранены. Дополнительно транспортом обеспечат 6 населенных пунктов в Калининском районе. Запланированный срок полного перехода на новую систему пассажирских перевозок – февраль 2020 года. Схема общественного транспорта, которая будет работать, предполагает уже приведение в порядок всей транспортной инфраструктуры Тверской агломерации и города Твери Калининского района. Предполагается, что благодаря внедрению новой системы перевозная способность автобусов будет увеличена на 10% до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения транспортных средств в центре города будут составлять в среднем от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут. Контроль со соблюдением расписания будет осуществляться в автоматическом режиме. За каждое нарушение предусмотрен штраф. Преимуществом перехода на новую модель для жителей города также станет прозрачная тарифная политика, включающая действия льготного проезда. Тарифное меню будет сформировано, оно будет публично, оно будет понятно. Никаких коммерческих цен на маршрутах общественного транспорта в городе Твери и Калининском районе не предполагается. Можно будет купить проездные билеты, можно будет купить абонементы, которые, как мы полагаем, еще могли бы распространяться и на проезд по городскому транспорту города Москвы и Санкт-Петербурга. Новая модель пассажирских перевозок предусматривает использование современных низкопольных автобусов, оснащенных кондиционерами и благоустроенных для маломобильных пассажиров. Весь транспорт будет лицензирован и унифицирован. Разработан корпоративный стандарт.